Афин-12, программа приблизительно следующая. Сейчас буквально 5 минут мы дадим прессе, потом мы обсудим основные вопросы, буквально минут 10. У вас мастер-класс на час, студенты ждут, а потом дили на закладку, потом комитет по культуре. Нет возражений. А вот, с 18 года у нас существует, он прошел до сегодняшнего дня. Все кого-то ждем? Нет, мы никого не ждем. Все? Все? Все здесь. Ну, я хотел представить, кто не знает, Пичугин Эдуард Александр. Анатольевич, это наш председатель попечительского совета, Бандарчук Федорович Сергеевич, не написавший еще пока заявление в попечительский совет, Романов, и... Да, Морец, и директор Дни цифрового кинематографа, Перегудов, Александр Федорович. Ну, сегодня первый у нас, ну, в таком более или менее расширенном составе заседание, тема обозначена была «Киносити» и нашим университетом осовершенствования кинообразования, и в свете тех задач, которые поставил Совет правительственного по развитию кинематографии, Вот сейчас в нашем университете разработан стратегический план развития университета, предложенные, вернее, даны в Минкульт и в Минэк, предложения по развитию материально-технической базы нашего университета. Ну, основная особенность отличительного университета, это что у нас весь комплекс, весь комплекс идет, комплекс кинематографических, вернее, специальностей для теле- и киноиндустрии, то есть это технические, связанные там с обработкой пленки и так далее, с производством и обслуживанием киноаппаратуры, с видео- и цифровая техника, творческий факультет, по которому готовится по всем специальностям, кроме актерского, и факультет массовых коммуникаций, пиар, связи с общественностью и так далее. Сейчас, для того, чтобы оживить жизнь на творческом факультете, идет его преобразование в Институт экранных искусств, как они назвали, Санкт-Петербургской киношколой. Как раз сегодня я уже подписал приказ, с завтрашнего дня Дмитрий Дмитриевич является директором института. Наверное, в ближайшее время последует презентация. Где же директор? Где же директор? Директор подъедет. Поэтому задач много. Материально-техническая база очень запущена была. Сейчас Минкульт помогает в определенной степени. Пытается, но и большая надежда на членов учительского совета, не только в части помощи материальной, но и в первую очередь в формировании стратегии развития нашего университета. Потому что все сидящие здесь потребляют выпускников нашего вуза. И хотелось бы, естественно, из первых рук знать те компетенции, которые необходимы нашим выпускникам. И в соответствии с этим реформировать наш и учебный процесс, и практику студентов и так далее. В принципе, у нас достаточно сейчас начали развиваться быстро связи с зарубежными киношколами, по формированию временных творческих групп. Очень большое, серьезное направление сейчас связано с цифровым кинематографом. Присутствует Александр Феликсович, директор Научно-исследовательского института цифрового кинематографа. Целый ряд тем, какая сейчас, Александр Феликсович, основная. Основная тема связана с созданием линии фильмов сканеров для поцифровки кинематериалов, в основном без архивов. И последняя работа была связана с тем, чтобы вернуть в оборот цифровой кинематографии. Фильмы, снятые по системе стилей 70-70-х годов, это порядка 56 фильмов, снятых на 70-м кинематографии. И мы разработали нашли ряд технологий, которые дают возможность преобразовать эти материалы в формат, пригодный для показа цифровых кинематографов. Нет, а вот это последнее мекатронное, то, что делаете сейчас. Ну, собственно говоря, мекатронная система, это термин, который сейчас ходил, и мы применяем его в той технике, которая воплощается. То есть мекатронная система воплощается, будет искать от этих технологий, которые готовы. Хорошо. Александр Дмитриевич, я бы хотел сказать, что... Вот, конечно. Я небольшое вступительное слово сказал, и теперь слово передаю председателю нашего попечительского совета Пичугину Эдуарту Анатольевичу. Спасибо большое, Александр Дмитриевич. Самое главное, я хотел отметить, что мы на сегодняшний день, профессионалы пиногустрии, занимаемся прежде всего одной из больших задач, это создание единого информационно-культурного пространства всей нашей страны. То есть объединить многочисленные наши города, разбросанные по всей стране, не всегда связанные, не всегда отремонтированными дорогами, объединить в это пространство единое и сделать доступными все, что сконцентрировано, все культурные ценности в Петербурге, в Москве, сделать это достоянием, в общем-то, всех городов. И также с задачей искать талантливых ребят, в том числе открывая филиалы, создавая такие культурные центры. Также хотел отметить, что в сегодняшней ситуации, когда у нас появляются новые технические, технологические решения, одна из дополнительных важных задач это подготовка профессиональных кадров, которые могли бы работать с этими техническими средствами и, в общем-то, не только их использовать, а, в общем-то, что-то создавать новое, творить. В этой связи университет кино и телевидения является одной из главных баз, то есть флагманом. И наша задача сегодня сделать его таким, то есть поднять флагманский, так сказать, флаг, знамя и, в общем-то, стать законодателем даже моды. Поэтому первым делом, которое мы смогли организовать, это пригласить наших коллег и товарищей по цеху, известных и уже опытных профессионалов в кинопроизводстве. Это режиссеры, которые добились успеха уже и работают над следующими, более интересными даже, какими-то картинами. Это следующая задача. И с помощью наших коллег мы смогли бы подбирать и готовить, помогать готовить кадры, с которыми нам придется работать, потому что общий бокс-офис России более миллиарда долларов составил за прошедший киногод. То есть Россия уже попала в десятку таких стран с развитой киноиндустрией. В общем-то, хорошее будущее, хорошая перспектива, и теперь нужно подтянуть, конечно же, образование, которое, на наш взгляд, как система организации, отстало, лет на 20, то есть оставшись, в общем-то, в прошлой эпохе. И для вас это не секрет. И сегодня достаточно, необходимо, вернее, прежде всего, необходимое условие – это ваше желание, то есть ваше понимание, знание этого вопроса, преобразовать, реорганизовать адекватно систему образования, подготовки кадров. Достаточно условия – это наша помощь. То есть вот эти две составляющих, наверное, обеспечат успех нашего задуманного мероприятия. То, что мы осознали, мы по этому и пригласили, вас попросили участвовать в этом процессе важном для реформирования вообще нашего вуза, университета. И очень надеемся на вашу помощь, поддержку и совет. Да, то есть у нас одна из ближайших перспективных задач – это в том числе форум «Кино России-2020». Соответственно, нам с вами надо определить уровень, степень участия университета в этом форуме, в котором поднимаются вопросы, и будет принято решение на форуме, на конференции, на резолюции конференции, которая, соответственно… Дом приедет все туда. Да, соответственно, эта резолюция конференции будет основополагающим документом, инициативой для правительства, для Министерства культуры и для Государственной Думы уже рассмотреть, вынести и рассмотреть, если необходимо, в законотворческом плане поправки.